Денис, приветствую тебя! Очередной эфир. Очередная ситуация, которая сейчас в моменте складывается на финансовых рынках, как ранее мы с тобой предполагали. Был триггер для движений, по которым мы соскучились. Ну, в целом, по движениям, конечно же. Я бы не сказал, что то, как отработал рынок, это то, что допускалось при том сценарии, который мы с тобой обсуждали. Но, опять же, еще не вечер. Сколько угодно аналитики, эксперты могут предполагать, рынок располагает. И не всегда, безусловно, показывают ту динамику, которую хотелось бы видеть тем, кто его старается прогнозировать. Я думаю, что, наверное, понимание и зрелость в трейдинге приходят только тогда, когда каждый трейдер, каждый, кто работает на финансовых рынках, понимает, что такое тренд. Тренд – это борьба покупателей и продавцов, и периодически инициативы переходят от одних к другим. Поэтому, ну, как минимум, мы дождались катализатора вчерашнего решения ФРСа. Но, с другой стороны, если обратить внимание на индекс доллара, на то, что происходит с американским фондовым рынком, движения пошли еще задолго до заседания ФРС, задолго до публикации итогов. И у того были определенные предпосылки. Поскольку я отвечаю, Денис, за фундамент, давай тогда начнем с меня и вот непосредственно по тем активам, которые хотелось бы сегодня проанализировать. Я думаю, что, наверное, будет уместно поговорить снова про индекс доллара, поговорить про фондовый рынок, например, про S&P, который мы с тобой традиционно, на который делаем акцент. Ну, можем еще для общего веса посмотреть на золото. Хотя, зная то, что происходит с индексом доллара, можно, в принципе, немножко накинуть под определенным углом на рынок драгоценных металлов. Ладно, давай тогда демонстрация экрана. Да, давай. Так, и с индексом американской валюты. 90,78 сейчас по индексу. Это даже не максимумы, которые мы видели в середине этого месяца. Я считаю, что те, кто ранее ставил на снижение курса доллара, сейчас не очень-то и должны расстраиваться, потому что ничего существенного не произошло. То есть, если бы, знаешь, по факту вчерашнего ФРСа сегодня мы могли бы комментировать, что ФРС решил, что хватит уже держать ставки на таких низких значениях, хватит уже настолько безбашенно стимулировать экономику, пора бы уже подумать о последствиях и допустить, например, возможность выхода из программы количественного смягчения и там в перспективе, не знаю, года поднять процентные ставки. Вот если бы такого рода риторика была, я бы сегодня первым просто везде, где только была бы у меня возможность, кричал о том, что доллар нужно покупать и нужно хейтить. Фондовый рынок ставить на его снижение, потому что все закончилось. Нет, этого не произошло. И вот сегодня, когда я разбирал фундамент, знаешь, по всем тем статьям, которые мне удалось проанализировать, почему фондовый рынок снизился. Опять же, эскалация отношений США и Китая, опять же, вопросы пандемичные, проблемы с вакцинами. Ну, в общем, совершенно не новый фундамент. Просто в этот раз решили ему придать значение. А ФРС же, как я уже отметил, он был предельно прогнозируем. Все, что ожидалось и хотелось бы услышать продавцам индекса, доллара, покупателям фонды, это было услышано от ФРС. Ставки будут низкими, программа количественного смягчения не будет сокращаться, мягкая политика продлится как минимум 2-3 года. И если будет необходимость, ФРС будет и дальше стимулировать экономику. Вообще ничего нового, ничего как бы такого сюрпризного и неожиданного. Поэтому я думаю, что после вот этой коррекции, которая не более чем на мой взгляд коррекции, снова мы увидим распродажи баксов. И снова я рекомендую ставить на то, что индекс доллара будет стремиться к 90 пунктам и ниже. Тем более, что впереди у нас решение президента США, точнее его планы, протащенные через Конгресс, пакета стимулов на почти 2 триллиона долларов. И если ожидания будут верны, то есть если соблюсти опять же хронологию событий, это произойдет уже в начале февраля, то есть фактически может быть даже на следующей неделе. Это как раз триггеры потенциальные для возобновления продаж доллара и роста фонды. Вот, кстати, по фондовому рынку сейчас S&P корректируется. Это четырехчасовой таймфрейм 3713 пунктов. Вот вышли мы через границу восходящего тренда. Для тех, кто сейчас присматривается к сделкам, я бы вообще рекомендовал сейчас в рынок не лезть и ждать возвращения, в данном случае этого индекса, выше 3800 пунктов только после этого покупателя. По ожиданиям, когда это произойдет и когда рост возобновится, только что сказал, то же самое, что и с долларом. Как только на рынок придут новые деньги, это потенциально в ближайшие дни увидим снова возобновление ралли. И по золоту прекрасно пока работает эта техника. Протестировали мы линию восходящего тренда. Сейчас котировки 1840, и я рекомендую залазить в длинные позиции с уровня 1850. В этом случае, когда сработает атошка байстоп, можно будет закинуть стоп-лосс на уровень 1840 и ждать уже золота выше уровня 1900. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял. Значит, вчера день, на самом деле, я считаю, такую маленькую сейчас предысторию сделаю. День был, на самом деле, уникальный, потому что сейчас, пожалуй, уже даже самый ленивый не написал о том, что происходило на фондовом рынке, как массово скупались акции с помощью платформы Reddit и Twitter, как массово скупали акции компании GameStop, и более чем на 300% показали рост. То же самое теперь и AMC, Nokia сегодняшний день. Ажиотаж тоже очень сильно наводит, кстати, и в русскоязычном сообществе тоже, потому что я за всем этим сейчас слежу. Походу, знаешь, у меня такое впечатление, что экономика меняется просто у нас на глазах. То есть, либо же это действие рук очень-очень хитрых инсайдеров, кто просто с помощью вот такой толпы на рынке решил немного раскачать нужные активы с очень большим шорт-интересом. То есть, там, где большое количество шортовых позиций у фондов находится, собственно, вот некоторые фонды уже вынуждены были, как Marvin, например, уже зафиксировать убытки более трех миллиардов долларов именно на вот таких вот совместно санкционированиях, даже не знаю, как это правильно назвать, такого термина еще даже не придумали, действия, которые вот происходят на этой неделе. Вот последние два дня на фондовом рынке просто какое-то безумие происходит, но безумие достаточно интересное. То есть, я бы сказал, что наступает действительно новая эра. Вот. Значит, касательно анализа, который вот ты только что проговорил, я полностью с ним согласен. Единственный маленький момент по поводу вот этого транша, помощи безопасности, помощь, точнее, экономики. Экономики штатов. Дело в том, что, насколько я помню, должны были 3 февраля утвердить, но вроде как перенесли на март. Вот в чем нюанс. Собственно, это один из триггеров был падение фонда ворота, рынка. Вот всю эту неделю достаточно серьезно по многим активам происходит откат. И некоторые пампят, но это отдельная история. Но по большинству секторов происходит откат. Вот. И связано это с тем, что переносят на март месяц. Поэтому, скорее всего, мы на следующей неделе никаких вливаний не увидим. Увидим, скорее всего, уже в марте. Но в целом я согласен с тобой в плане, что индекс доллара действительно... То, что отстрелили вверх, ну, как бы да, если он сейчас фактически в накоплении находится, такие вещи они чаще всего тестируют просто по границам. То есть границу верхнюю могут еще там небольшой перехай сделать. Но в целом, я считаю, ситуация все равно остается одна и та же. То есть локально его вниз возврат хотя бы в 90. Там потом дальше уже будем смотреть, потому что под вопросом могут и ниже уйти, либо остаться в этом коридоре еще по флете до того, как уже транш наверняка утвердят, уже полное подтверждение сделают. А потом уже и пониже. Но в целом локально вниз. Касательно золота. Сегодня упоминал. По золоту я с тобой тоже солидарен. На самом деле я покупки не закрывал. У меня они еще были с прошлой недели. Поэтому в целом я пока больше за рост все-таки выступаю. По золоту достаточно устойчиво оно было к росту индекса доллара. То есть так сдержанно золото себя проявило. Тем более здесь накопление достаточно мощное. Так что в принципе я за лонги здесь точно так же и остаюсь, как и был до этого. А вот вопрос касательно фондового рынка, а точнее вот отдельно взятый индекс S&P 500 на самом деле открытый. Дело в том, что по индексу, во-первых, цена прямо сейчас находится в области крупного накопления проторговки. То есть здесь вот у нас находится ДПОК. Я его строил, собственно, от начала контракта. Значит, ДПОК контракта можно называть. Находится у нас сейчас прямо в него цена ударилась. В районе 3.700 он как раз сейчас сидит. Ну и здесь же, соответственно, и у нас рейтинговый объем. Ключевые объемы переползли немножко выше. Вот хорошо видно и по профилю, и по ДПОКу текущему. А вот все-таки его прошлое значение прямо сейчас роль поддержки, можно сказать, выполняет. Поэтому я склоняюсь к варианту, что мы получим вот такую структуру, то есть движение вверх, ну хотя бы вот в эту область. Там 2.800, то есть 3.800 с копейками приблизительно вот сюда. Там дальше уже буду смотреть, будет или не будет перехайп. Потому что, в принципе, рынок очень сильно был перегрет. То есть, ну все этого ждали. Никто не знал, когда именно это. Ну все ожидали, конечно же, коррекции, потому что, ну сам посмотри на вот это движение. То есть, ну надо и совесть как бы иметь, да, потому что вот после окончания вот этой всей коронавирусной фигни в марте, когда начали деньги в рынок вливать, естественно, его откупили, ну если округлить, там 2.200, скажем так, в округленном виде. И, собственно, такой невменяемый рост, ну такого просто раньше не было никогда, чтобы настолько быстро откупали. Поэтому, конечно же, ну сейчас, тем более с учетом манипуляции рынка, даже регуляторы еще не знают, как вообще на это реагировать. То есть, кому иск подавать. То есть, там столько десятков, если не сотен тысяч человек участвовал в этом беспределе, который творился вчера и позавчера на фондовых рынках, на отдельно взятых акциях с мелкой капитализацией, ну кроме Nokia, конечно, то уже, мне кажется, можно ожидать чего угодно. Поэтому, ну в принципе, я все-таки пока что за рост S&P. То есть, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Прошлую зонку здесь тоже цена отработала и перехай даже дали. Ну и теперь, собственно, немного откорректируется вниз. В общем, пока что вот так вижу. А там дальше будем уже, если что, корректировать, смотреть. Понял, Денис. Спасибо тебе за очень интересную точку зрения. Как всегда, техникой ты поддержал то, что мы видим в моменте. Фундамент, техника. Друзья, ну вы сами все видите. Настроения действительно очень сильно изменились. Теперь выбор за вами. Либо вы идете уже на поводу толпы, которая испугалась и решила, что всему конец. И составите на снижение фонды, роста бакса. Либо вы остаетесь приверженцами тех точных, мощных сигналов технических, которые только что обозначил Денис. И смотрите на фундамент глубоко, а не поверхностно. И видите все-таки еще сохраняющийся потенциал того, что фондовый рынок поддерживает в этом перегретом состоянии еще какое-то время, пока он может рассчитывать на бабки и печатные становки США. Денис, спасибо тебе. Классного закрытия недели, замечательных выходных. И уже до следующей встречи на следующей неделе. Спасибо тебе. Спасибо, Тёма. До следующей недели. Пока. Всем пока-пока.